Французская история. В Ницце исламский террорист убил трех человек. Шум на всю Европу и захватывает и Россию. Одни оправдывают этого террориста, потому что он якобы мстил за карикатуры в известном порнографическом издании «Шарли Эбдо». Другие, напротив, выступают против исламского терроризма, против исламизма. Наша позиция, позиция русских националистов третья. Одни считают, что свобода слова, свобода творчества – это свобода порнографических карикатур с оскорблением веры. Неважно, там чьей веры, там всех оскорбляют. Но почему-то христиане, то, что они не берутся за ножи – это правильно. Но христиане ничего не могут сделать. В католической Франции не могут остановить порнографическое издание, которое публикует мерзостные карикатуры на Христа. А вот исламисты – это, конечно, никакие не мусульмане. Это люди, которые прикрываются исламом для того, чтобы оправдать свои живодерские установки, свое желание кого-нибудь убить. Это люди тупые, безграмотные, не имеющие никакого нравственного стержня. Они ведут себя вот так. Якобы эти люди кому-то мстят. Они мстят всему миру, потому что ненавидят весь мир всех подряд. А карикатура – это только повод. Ну, как можно человеку войти в католическую церковь и убить трех вообще непричастных к этим карикатурам людей? Просто взять, убить алтарника, убить женщину, пожилую, 70-летнюю, еще и голову ей отрезать. Это нормальное поведение? Да, считают многие. Именно так и нужно себя вести. Даже некоторые христиане говорят, а вот если бы нас оскорбили, мы вот именно так бы и должны себя вести. Ну, конечно, там не я, а пусть кто-нибудь другой, но вот это было бы правильно. Это неправильно и это не по-христиански. По-христиански – это вернуть Франции статус христианского государства, выгнать всех этих мигрантов, запретить все исламские организации, потому что это не мусульмане. Свобода веры, пожалуйста, там, в своей мечети, где-то на Атшибе, в христианском государстве, допустимо, как и всегда это было допустимо в Европе. Вот это правильно, а убийство – это неправильно. И наша позиция такая – не убивать нельзя, не карикатуры такие рисовать нельзя. То есть нормальное национальное государство, знающее свои основы и придерживающееся своей национальной культуры, не должно позволять существованию таких изданий, как Шарли Эбдо. Все подобные карикатуристы, так называемые, в кавычках, должны быть посажены в тюрьму, желательно навсегда. Или изгнаны куда-нибудь, переселены на острова, где никаких печатных изданий существовать в принципе не может. Пусть там землю пашут для того, чтобы просто выжить. А исламистов, всех этих мигрантов, для которых тот же Макрон, который сейчас слезу проливает по поводу трех человек, вот эти люди открыли настежь ворота и впустили во Францию всю эту нечисть. Я еще раз подчеркиваю, это никакие не мусульмане. Это не мусульмане, это исламисты, то есть это преступники, чьи преступные намерения камуфлируются мусульманской верой, которой в них нет ни малейшего присутствия. Это правильно говорят. Терроризм и ислам – вещи несовместимые. Несовместимые по Корану, по вере мусульман. Хотя людей мусульманского вероисповедания, я таких, ну знаю, может быть, знал единицы. А так вообще-то и в России мусульмане – враги русских. Так получилось. Я не возбуждаю рознь. Она есть, она реально существует. Мусульмане враждебно настроены ко всем русским. Зато очень позитивно к русофобской власти. Я знал только одного мусульманина, который позитивно относился к России, к Российской империи, русской истории. К сожалению, рано скончался этот человек, действительно интеллектуал, исламский мыслитель. А вот всех остальных людей, вот я и вижу, сплошные исламисты. Они не любят, реально не любят русскую Россию. А эта нелюбовь, она зачастую переходит в какие-то моменты в ненависть. И вот по поводу того, что произошло во Франции, мы видим ненависть. Ненависть вообще ко всем немусульманам. А в России живет подавляющее большинство немусульман. Может быть, это и не ревностные христиане, но все-таки культурно Россия была и остается, и может существовать только как христианская страна. А эти люди, эти ублюдки, извините за выражение, они мечтают о том, чтобы Россия превратилась в исламское государство. И на разных форумах, в интернете сплошь такие установки и такие высказывания. Россия будет исламским государством. Они в это свято верят, и они готовы ради этого совершать преступления. Они совершают преступления против России русских сначала своей душе целыми поколениями. Потом будут совершать такие же преступления, которые были совершены в Чечне. Чечня это модель, модель уничтожения русских, изгнание или истребление. Около 50 тысяч вырезанных, реально вырезанных, убитых и около 300 тысяч изгнанных, которым ельцинское, а потом путинское правительство не оказало никакой помощи. расследования фактически нет. Признание факта геноцида нет. Сравните три человека и шум на всю Европу и десятки тысяч убитых в Чечне, мирных жителей, и никакой реакции не только в Европе, а в российских властях. И в душе до сих пор это не отдается, как будто не было двух чеченских войн. Как будто эти люди просто исчезли, которых изгнали или которых уничтожили родственники, может быть еще живы, дай бог им здоровья. Как такое может быть? Такое может быть только в русофобском государстве. А во Франции Макрон и вся генерация этих политиков, так же как и Ельцин и Путин, открыли ворота для исламистов, то есть для бандитов и убийц. Не для ислама, а именно для бандитов и убийц, которые переселяются в Россию. Они могут пока что работать, говорят, дворники хорошие, ничего там хорошего нет. Они могут работать строителями, они могут на дорожных работах быть задействованы, землю копать и так далее. Но эти люди как минимум не любят, а чем больше не любят, тем больше ненавидят Россию и русских. И у нас в нашей стране живут миллионы людей, которые нас, коренное население России, ненавидят. И солидаризируются с вот этим уродом убийцы, который в Ницце зарезал трех человек в католической церкви. Они собираются у посольства Франции протестовать, что они даже не... какие там карикатуры, они их не видели этих карикатур. Они просто по факту, они просто по факту становятся на сторону убийцы и демонстрируют свою солидарность с убийцей. Они не говорят, что нельзя убивать, они говорят, что надо убивать. Они в этом уверены, абсолютно уверены. Поэтому мы живем в ситуации, когда гражданская война, возможно, и будет на этническом уровне. Полиция нам не защита, политический режим нам не защита. А миллионы наших врагов уже переселены сюда, пустили здесь корни и готовы к действию. И это выражается в некой политической позиции. Она на стороне убийцы. Еще раз скажу, для либералов рисовать карикатуры можно, убивать нельзя. Для исламистов рисовать карикатуры нельзя, убивать можно. Для русских националистов такие карикатуры рисовать нельзя, убивать нельзя. Поэтому наша позиция отличается как от тех, так и от других. Будет русская власть, наша позиция будет закреплена в законе. Слава Руси! Господи, спаси!